Яркие костюмы, звучание национальных инструментов, мастерство народных ремесленников и разговоры на родном языке. Таким был шестой съезд финно-угорских народов, прошедший в Сыктывкаре. Более 200 делегатов из 42 регионов страны приехали в столицу Республики Коми, чтобы поделиться своими успехами и достижениями в деле сохранения национальной культуры. Три дня деловой, культурной и образовательной программы наглядно показали. Представители всех 24 народов, входящих в финно-угорскую языковую группу, намерены сохранять свою идентичность и культурное многообразие. Финно-угорская языковая семья – это 25 миллионов человек, проживающих на всей территории России и в соседних государствах. Каждые четыре года они собираются вместе обсудить текущие дела и совместно решать актуальные вопросы. Региональные отделения Ассоциации финно-угорских народов России рассказывают о проделанной работе. Непременно на родном языке. На шестом съезде звучали десятки языков. Многочисленных, как венгерский, удмуртский, коми и малых, ижорский, вепский, воть и другие. Ну, у нас есть какие-то свои проблемы, мы свои проблемы можем высказать, а сегодня мы общаемся и знакомимся друг с другом и думаем, что если вот такое общение теплое будет продолжаться, значит, наши коми и все финно-угорские будут жить и в 22 веке. Ребенок сидел и развлекал себя этой игрушкой. Во-первых, это развивало какие-то традиции музыкальные у этого народа. Затем, ну, самое главное, что я хочу сказать, это профилактика респираторных заболеваний. Экскурс в историю ижорской игрушки. Гончарный мастер из Ленинградской области просто и наглядно повествует о быте и хозяйственной деятельности ижорцев. Сегодня их осталось 700 человек, из которых 327 живут в России. Сохранить культурное наследие – главная задача представителей ижорского народа. И подобные мастер-классы, языковые курсы и лекции помогают не забывать традиции предков. Коноводцем занимались, езжали коней, вот как голова коня, голова оленя, лося, не оленя, лоси. У нас в основном лоси. Значение как бы животных, вот они как-то схожие, похожие есть. А есть у нас тоже значение вот это, похоже, бывшие капы на рыбку. По этим орнаментам можно изучать прошлое. Предки морийцев занимались земледелием, охотой, заготавливали лечебные травы. Каждый узор имеет определенное значение. Но сегодня о нем знают только старожилы и мастерицы. У нас до сих пор есть художественные школы, где мы учим детей, вышивки, вязание, бисерплетение. Все это основано на национальном колорите и орнаменте. Но вяжем мы уже делаем, работы уже современные. И в принципе они очень любят это носить, да. И какие-то украшения, например. Колоритные узоры и орнаменты можно органично вписать в современные стили, считает Светлана Сараева. Одежда, аксессуары и украшения с национальным колоритом сегодня в цене. Это доказал успешный опыт Санпа-финского центра. Хранители самской культуры создали коллекцию украшений, которую покупают по всей России и за рубежом. Мы, например, гордимся тем, что мы с 2004 года работаем и мы создали бренд наш настоящий. У нас теперь все знают уже, что сам по украшению, это украшения финно-угорских народов от Карелии до Сибири, в основном, причем Ленинградская область, наши Левсы, Двоть и Жора, эти украшения. И они являются такой гордостью, их покупают с удовольствием молодежь. Но все-таки главный компонент в сохранении идентичности народа – это язык. Чтобы родной язык жил, сегодня применяются инновационные методы. Перевод в цифровой вид, в создании электронных словарей, интернет-ресурсов для изучения языка. Новости, телепрограммы, газеты, журналы и литература на родном языке пользуются спросом. И государство готово содействовать регионам в деле сохранения языков. Мы делаем все для того, чтобы сохранить языки народа в Российской Федерации, культуру для этнокультурного развития всех народов. Сегодня мы говорим о народах финно-угорской языковой группы. Это будет сделано и поддержка. Мы формы поддержки называли сегодня с этой трибуны. Они будут еще более расширены. И это включает в себя и организационные, и методические формы поддержки, и финансовые формы поддержки. Итогом шестого съезда стала резолюция, в которой отразили основные направления деятельности ассоциации на ближайшие четыре года. Следующая встреча финно-угорского сообщества пройдет в Эстонии в 2019 году. Это будет уже международная встреча, на которой соберутся представители финно-угров со всех стран мира. Валентина Чибичев специально для телеканала «Север» из Республики Коми.